Это один из немногих старинных колпаков, сохранившихся до наших дней. Головному убору без малого 90 лет. Передавали его из поколения в поколение в одной семье из села Казарман. Два года назад он оказался в руках у дизайнера Айдая Сангуловой, которая решила открыть музей, посвященный древним головным уборам кыргызского народа. У кыргызов не принято отдавать свой колпак другому человеку, поэтому, соблюдая эту традицию, дизайнер шила семейству новый, а этот забрала себе в коллекцию. Это один из самых старинных экземпляров нашей коллекции. Шит он был в 1930 году. Его нам передали в селе Казарман. По традиции колпак считается реликвием, и чужим людям его отдавать нельзя. Но узнав наши благие намерения, хозяева колпака решили его передать. А вот этот колпак мы нашли в селе Тугусбулак Тонского района. По нашим подсчетам, его шили уже в послевоенное время, примерно в 1950 году. Собрав эти головные уборы, мы хотим открыть музей. Пока это в наших планах. Из поколения в поколение передают национальный головной убор и в семье Умербека Толиогойна. Для молодого человека колпак – это повседневный атрибут. Его он носит и на работу, и дома. Говорит, что не любит расставаться со своим головным убором и в будущем передаст свой колпак сыну. Еще в детстве мой отец рассказывал мне, что колпак сопровождает мужчину Кыргы за всю жизнь и может переходить от отца к сыну. Считается, что обладатель семейного колпака будет жить очень долго. Чем больше колпаков в доме, тем больше в нем воинов, тем больше такой дом уважают. Я хочу донести этот сакральный смысл и своим студентам, которым преподаю. В столичном вузе, где Умербек Толиогойна работает преподавателем, студенты уже давно называют его учителем в колпаке. Наш учитель своим примером мотивирует многих мальчиков тоже носить наш национальный головной убор. Между собой все студенты называют его учитель в колпаке. Для нас он пример для подражания. К слову, в последнее время колпак становится все популярнее. Если еще несколько лет назад это считалось пережитком прошлого, мол, носить колпак не современно, то сегодня мода на колпаки растет, и в том числе среди молодежи. Но, к сожалению, отмечают рукодельницы, создающие этот головной убор, немногие знают о его значении. Этот головной убор делится на несколько видов, и каждый из них может многое рассказать о человеке, который его носит. Для каждого возраста и периода жизни мужчины есть свой тип колпака. Кроме того, четыре обрамляющие линии головного убора символизируют жизнь. Кисточки наверху говорят о потомстве и памяти предков. Очень хочется, чтобы молодежь помнила о традиции своего народа. А колпак – это символ мужчины. Как говорят наши бабушки, если потеряешь колпак, значит потеряешь и голову. В древности колпаки играли очень важную роль не только в одежде, но и в жизни кыргызов. По его форме, отделке и рисунку узнавали возраст и социальный статус его обладателя. У простых людей и колпаки были простые. У знати они имели более высокую тулью с богатыми узорами. В последние три года спрос на национальный головной убор очень вырос. Однако рынок заполнили синтетические подделки колпаков, рассказывают мастера. К примеру, в этом магазине в день продают около 20 колпаков. Цены на головные уборы разные. К примеру, вот этот вот колпак, сделанный из натурального волока, стоит 1500 сомов. Также есть колпак из кашмира. Цена на него будет составлять 500 сомов. Именно сегодня в Кыргызстане отмечается День Ак-Калпака. Для многих горожан это стало поводом надеть национальные головные уборы и поздравить своих родных и близких с праздником. Я ношу колпак вне зависимости от праздников. Это наследие, которое осталось у нас от предков. Колпак – это наша история, которую мы должны чтить. Мы всей семьей решили отметить этот праздник. День Белого Колпака начали отмечать с 2011 года. К сожалению, празднование торжества в этом году отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Но политики не переменули воспользоваться поводом для того, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. В Джугур-Кукинеше сегодня все депутаты были в национальных головных уборах. Некоторые из чиновников и вовсе запустили в социальных сетях флешмоб, где начали публиковать фотографии себя в колпаке. А это консулпует организа в НТС.